И еще раз здравствуйте! Все, у нас The Righteous Indignation играет против команды School9. Коллектив School9 прошел не слабый путь, у Righteous Indignation ситуация немножко попроще. Оказалось, они в 1-4 оказались благодаря техлозу своих соперников. И не удалось им поиграть на самой слабой стадии нашего турнира. Команда School9 с самых, собственно, низов прошли. И в первой же игре, причем они играли первый матч, вообще открывали, по сути, наш турнир. В первой же игре дали серьезную заявку. И такой уровень, знаете ли, что мы так немного рты подприоткрыли. Играя против команды SPS, они там действительно поиздевались хорошенько над своими оппонентами. В следующей игре примерно та же была ситуация. И видно было, что игроки сыграны, игроки серьезные, даже несмотря на то, что школьники. Школа это не помеха для доты, а самая она. Теперь я все прекрасно понимаю, почему меня так гнули в пабах. Ну и команда The Righteous Indignation. Они сразу же начали свое движение с 1-4. Там встретились с командой, которая тоже в 1-8 показала достаточно яркую доту. Ну и против них выстрелили, ну так уверенно, действительно уверенно, с творческим подходом. Там был Бэйн на мидлейне, там был Алхимик, который покупал для Тинни... Который покупал для Тинни Аганин, да. И вручал, собственно, чтобы Тинни разваливал хрипты просто так, не тратя на это даже деньги. Ну и теперь посмотрим, что будет сейчас. Очень крутая комбинация уже вырисовывается. Undying это плохо для команды Skull9. Я не считаю, что Undying стоит отдавать на первых стадиях, да и на последних стадиях. Undying отдавать немного странно. В последнее время Undying стал одной из крутейших мет и в профессиональной доте, и в пабах, и в CM-ах. И везде-везде, на всех уровнях. Аматорка, профессионализм, без разницы. Абсолютно просто так Undying в пик, не меняя его ни на что, отдавать это, конечно, проблематично. С другой стороны, серьезных героев забрали Skull9. Они забирают Bloodseeker, которым играли уже. Играли, причем сегодня, Bloodseeker. Они забирают Viper, они забирают Spiritbreaker. Примерно этим же пиком. Кстати, они разваливали своих предыдущих оппонентов. Не могу толком вспомнить, как их звали. По-моему, TMA. Да-да-да, это они алкоголиков сегодня. Развалили. Тумача Алкогол команду. Ну, как сейчас против Райтис Индигнейшн дела у них пойдут. Посмотрим. У TRI уже есть три очень крутых спла. Я говорю, конечно же, о пользе Нови от Веномансера. Варлок с его големом. И Undying не с ультой, но при этом с Томстоуном, который всю ульту, в общем-то, заменяет. Под Тамбой драться неудобно совершенно. Еще есть ли Undying в ульте, еще есть ли все замедлены Веномансером. Но тут какая-то серьезная комба такая. По замедлению наблюдается. Я так думаю, что где-то в этот АОЕ команда Зрайтис Индигнейшн и будет двигаться. Команда Скул Найн, в свою очередь, индивидуальных героев тоже забрали. Точнее, не тоже, а наоборот, в противовес команде Зрайтис Индигнейшн, забрали индивидуальных героев. Вайпер, Бладсикер, Спирит Брейкер тоже, который не для команды у нас, собственно, для каких-то ситуаций, каких-то файтов более индивидуальных. Где-то один в один кого-то поймать. Прорезать тот же строй соперника и вгрызться туда. Зрайтис Индигнейшн забанили у нас гирокоптера, отправили инвокера. Ребята, походу, смотрели игру своих оппонентов. И первый же матч Нестера, кстати, был проведен на инвокере. И после этого инвокера и предыдущие соперники тоже инвокера отправляли в баню. Вот и теперь Зрайтис Индигнейшн отправили в баню инвокера. Не то, что так боялись, но видно, что знакомы с теми, против кого им придется играть. Ну и Квапа вместе с Индшн Топорычным тоже отправляется у нас в баню. Кто будет на мидлейне по такому пику? Огрмак уже имеется. Есть Варлок, есть Веномайнсер, есть Андайинг. Что по линиям, ну, понятия не имею. Вообще по классике вроде как Варлок должен отправляться на мидлейн. Веник вполне может отправиться у нас. Да куда угодно Веник может отправиться. Вместе с Андайингом, кстати, очень крутая комба. Через Веномгель, через Томп Стоун подсловили и развалили очень быстро. И Огрмак, в принципе, тут даже в триплу. И Андайинг, хоть керри, бери и забирай себе еще какого-нибудь оффлейнера. Варлока отправляй на мидлейн. Скулл Найн же забрали себе Шейкера четвертым пиком. И по расстановке линий вижу, что Вайпер, мне кажется, будет на легкой... Блин, на сложной, на легкой. С третьего раза угадал. На мидлейне будет у нас Вайпер. Блать Секель, скорее всего, будет на легкой. Команда Скулл Найн это уже показывала. Флэйн Спирит Брейкер будет встать в соло-линию. Флэйн Спирит Брейкер, который только получает левел, сразу же врывается. Сларк отлетает в баню команды Скулл Найн. Почему Сларк, не знаю. Просто чтобы был. Сларк, Войт, СФ, Лешрак и Бристлбэк. По сути, 5 керри от команды Скулл Найн. Они подумали, что если сами берут 5 керри в каждой игре, то... И другие тоже примерно так же поступают. Но здесь пока вот посмотрите на пик команды Заратис Индигнейшн, керри вообще нет. Никакого керри. Разве что какие-то промежуточные герои. Ну, неинтересно будет посмотреть. Так как-то напоминает 4-й Интернешнл. По количеству всякой ерундистики, которая в общей куче дает невероятно мощный эффект. Ну и Сайвенсер, который явно может эту всю комбинацию в ноль свести. Сайвенсер отлетает у нас в баню. 13 секунд остается Заратис Индигнейшн. Ну, по сути, я думаю, что скорее всего будет оффлейн. Но так по этому пику даже не знаю, что сказать. Там по прошлому матчу, когда взяли Бэйна, безусловно думал, что Бэйна... Он стоит саппортом. Вот, было у меня подозрение, что Бэйн может отправиться в мидлейн. И в итоге Бэйн у нас отправился в мидлейн и там загнобил Вайпера. Команда вообще без печали, без головы. И... ну, и это их плюс безусловный. Брюмастер от команды Сколл Найн. Вот это контроль. И, по-моему, герой для Нестера появился. Чувак, который контролит на пятерочку с плюсом, по-моему, взял своего героя. И Брюмастер, ну, мне кажется, на мидлейн отправится. Вайпера можно отправить в лёгкую с... А куда одевать тогда Спирит Брейкера, скажите? А с другой стороны, эта команда брала пять керри. Вот совсем недавно она брала пять керри. Сегодня же этим пятью керри просто изуродовала своих оппонентов. Там был Бладсикер, там был Спирит Брейкер, там была Темплар Ассасин. Там был кто-то ещё, там чуть ли не Войт, а Войт был там тоже, по-моему, и ещё какая-то ерунда. Короче, очень странная, очень странная комбинация. Эта комбинация сработала, команда Сколл Найн, одних из фаворитов турнира, просто-напросто выбили. Ещё в одной четвёртой нашего мероприятия. Двадцать одна секунда. Кто-то призадумался. Десять секунд. Да ладно. Соберитесь с мыслями. Разор для команды The Rightest Indignation. Undying, Квиномонстр, Варлок и Разор. Вот они, четыре супер-убер-мега-пупер-дамажащие ульты. Огармаг так будет, просто подносить снаряды, подавать. Ну и Нестер забирает себе Брюмастера, будет отправляться на мид-лейн. И против кого? Я смотрю, что Маловский не забрал своего героя. Скорее всего, Веник у нас будет идти на мид, мне так кажется. Ну и стоять ему против Брюмастера. Не самый приятный вариант, конечно. Брюмастер жирноват для того, чтобы Веник там у нас под 10 хп. Под 10 хп у нас отнимал Брю. С другой стороны, тут и от рук тоже много чего будет зависеть. Люсьен Лошан забирает себе Вайпера. Джаз будет играть на Спирит Брейкер. Уже, по-моему, третью игру будет играть на Спирит Брейкер. На Бладсикере играет чувак Супер Меценат, который пробустил всю свою тиму мифическими шмотками и позволил ей участвовать в этом турнире. Ну и С9 Босс играет на Шейкере. И Нестер играет на Брюмастере. Ну, все, понеслась. Нет, все, отнеслась. Хватит. Отличный вкус, отличное начало. Так, вкратце расскажу, кстати, по завтрашнему дню, пока у нас небольшой перерыв. Завтра, предположительно, турнирная часть под названием финал у нас начнется где-то, я думаю, часа в 3 дня. Вот, и начнем мы, скорее всего, с матча за третье место. Это будет Best of One, там будет команда Sota. Ship of the Style сражаться с проигравшим данной парой. Команда S9 и команда TRI. После этого сразу у нас где-то ориентировочно часа в 4 дня начнется гранд-финал. Катка в формате Best of 3 за премию, за первое место. И звание первого победителя, первого Summer Cup'а от студии игрокам ТВ. Как бы я хотел участвовать вместе с ними. Как бы я там сжег. Не судьба. Мое дело стримить все это. Ну, с другой стороны, и стримить весело. Ну и отлетает у школьников Viper. Усен Лошанс куда-то отскочил. Ребята, кстати, в клубе там частично играют. Кто-то, по-моему, 3 человека играет в клубе. То есть такой себе полупап... Полу... Полубуткемп. Игровой. Для чуваков. Ну и... Какая-никакая, в принципе, инфа и вообще... Организация присутствует. То есть когда сидишь рядом, полегче кому-то что-то объяснить. Да и эмоции немножко другие. Единственный трэбл, лишь бы в клубе там проблем не было с... Проплаченным временем. Админ, еще 20 минут, пожалуйста. Что-то прострел Surprise podcast. Б hee. По камеру. Б hee. Б hee. Кто болевый пик Веск. Б нør backside. Ну и portefe pr organic. Идину, кèn – ты что-то прострел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...